Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в пятницу, 21 июля. Меня зовут, наконец, Александр. И сегодняшняя торговая сессия в отсутствии нашего главного аналитика Артема Дейба с вами проведу я. Из ключевых событий на сегодняшний день давайте с вами рассмотрим, что у нас с вами происходит в экономическом календаре. В первую очередь, 12.30 выходит один из таких серьезных отчетов за сегодня. Это индекс роличных продаж по Канаде. Судя по статистике, мы ожидаем, что новости выйдут сегодня несколько негативными, но какого-либо, скажем, ослабления канадского доллара мы сейчас не ждем. А не ждем, потому что сейчас один из главных сырьевых активов, нефть марки Brent, сейчас показывает очень стремительный рост. Нефть марки Brent сейчас на текущее время котируется на отметке 80 долларов за баррель, даже выше. И в рамках сегодняшней торговой сессии мы ожидаем, что цена может протестировать отметку 81, и среднесрочная цель у нас также остается 85. Также сегодня выходит очень важная статистика, которая выходит, в принципе, каждую пятницу. Какого-либо сильного влияния на рынок она не оказывает, но именно сейчас влияние оказать может, потому что нефть сейчас находится в дефиците. Это новость количества установок от Baker Hughes, которые, как иначе, показывают, сколько сейчас нефть в Америке добывается. Примерно можно спрогнозировать, по крайней мере. И, в свою очередь, на этом фоне мы ожидаем, что валютная пара доллар, канадский доллар продолжат свое нисходящее движение. И, так или иначе, наша среднесрочная цель 1,30 будет достигнута. Нефть марки Brent будет в перспективе дальше расти. Наш прогноз 85 и выше. Из также других очень важных событий, которые на финансовом рынке происходят последние два дня, это коррекция по индексу доллара. После сильнейшего нисходящего Уралия, когда индекс доллара дошел до отметки 99,20, сейчас мы на рынке видим коррекцию. Никак по-другому, кроме коррекции, это движение мы назвать не можем. Мы ожидаем, что эта коррекция в ближайшее время закончится. Может быть, на отметке 101. И нисходящее движение по индексу доллара продолжится. Мы с вами также видим, что валютные пары, такие как фунт-доллар, евро-доллар, сейчас также находятся во временной коррекции. На мой взгляд, что валютная пара фунт-доллар закончится коррекцию раньше. Текущая отметка 1,29 уже есть признаки разворота. Возможно, уже сегодня мы с вами видим восходящий тренд по валютной паре фунт-доллар. Продолжение восходящего тренда. Что касается других каких-либо событий, наверное, мы с вами разобрали уже самое важное, которое сегодня ожидается. Уважаемые трейдеры Маркетс, вам желаю успешной торговли. Зарабатывайте вместе с Маркетс, торгуйте по своей собственной торговой стратегии. И всего вам наилучшего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова